МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА СТИМАТИ, ДОМНИИ МИНИСТРИ, СТИМАТИ ПРИШИДИНТИ АСОЧАЦИИ, СТИМАТИ ПРИЕТЕНИ, СТИМАТИ ПРИШИДИ, 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 СТИМАТИ ПРИШИДИ Я хочу сказать, что мир ореховодов делится на две неравные половины. Где-то 0,3% ореховодов – это питомниководы, и процентов 99,7% – это те, кто эти саженцы высаживает. И вот есть такая пословица русская – не от худого племени, не от худого семени, не жди доброго племени. Об этом сегодня очень подробно говорил и господин министр Габери, и господин Желанковский. Значит, сорт лежит в основе успеха или провала. И я хочу сказать, что я занимаюсь, ну, об этом уже было сегодня достаточно сказано, 70 лет мне исполнилось 10 дней назад. И 51-й год, 52-й год я работаю в сельском хозяйстве, 66-го года, с февраля. У меня были хорошие учителя. Это господин, это товарищ Цуркан Иван Петрович, это Каманич Иван Георгиевич. У меня были прекрасные учителя. И было время изучить проблему и сделать выводы. Я понял, что без того, чтобы создать базу, мы не можем… А ну-ка, где она? Значит, Аша. Так, Матышин-Черенковый сад, вот, пожалуйста. Ну-ка, ну-ка, ну-ка. А ну, иди сюда, дорогой. Иди сюда, далеко не уходи. А ну, заведи его, Матышин-Черенковый сад. Для того, чтобы иметь успешный питомник, надо иметь базу. Значит, и было время, когда мы бегали по всей Молдавии, искали по одному черенку. Сейчас в нашем хозяйстве 8 гектаров Матышин-Черенкового сада. Более 6 тысяч деревьев Матышин-Черенкового сада. Вот, вот, вот. Открою. Значит, ну, я открою. Вот здесь можно открыть и все. Значит, у нас коллекция. Более 130 сортовых форм мировой селекции. Вот это наш Матышин-Черенковый сад. Он подготовлен, как положено. Значит, очень хорошо вызрел. Мы делаем специальные обработки, чтобы материал был здоровым, чтобы в дальнейшем не размножать болезни. Мы начали работу с институтом, с господином Рабчей, с института, с лабораторией вирусологии, господин Калашьян. Мы решили сделать еще один шаг. Мы хотим выращивать материал категории база. Вирус-фри. И мы этого добьемся. Мы уже в прошлом году, мы выделили деревья, которые имели признаки в СЛЧ. Единственный есть вирус на орехи. Это вирус скручивания листьев черешни. Мы выявили деревья. Мы эти деревья из Матышин-Черенкового сада убрали. Из Матышин-Черенкового сада тоже убрали. И мы будем эту работу с институтом углублять. Потому что потенциал нашего института, он очень высок. Просто мы его не востребовали. Я хочу сказать, что потенциал у меня по материалу прививочному более миллиона двухсот тысяч прививок. И в прошлом году в Молдавии и в Украине было продано более трехсот тысяч. А в этом году уже заказывал более полумиллиона. Многие отказывают. Мне говорят так, Николай Федорович, зачем мне высаживать Матышин-Черенковый сад? Гектар такого сада это 1300 деревьев, которые минимально стоят 10 евро. 13 тысяч евро надо вложить. И потом агротехника. А потом приходит время, и меняется мода, меняется сортовая политика. И надо с этим сортом что-то сделать? Я имею долгосрочные договора на 10 лет. Люди хотят, они говорят, мы не будем садить Матышин-Черенковый сады. Не стоит. Я буду брать материал у вас. Ваш привой приживается более 90%. Я хочу сказать, что есть хорошая японская пословица. Значит, дать человеку, если хочешь помочь по-настоящему человеку, дай ему удочку и научи ловить рыбу. Тогда он выживет. И не будет тебе морочить голову. Я понял за долгие годы, как ты не стараешься, какой материал бы ты не выращивал, вы видели там в вестибюле, значит, попадает в руки подготовленного человека, он делает чудеса. А попадает в руки человека неподготовленного, он его гробит. Поэтому я провел систему. Я никому ни одного саженца не продаю, пока он не приходит на семинар. Иногда обижаются, говорят, что ты меня учить будешь. Ну, я знаю, что отвечают в таких случаях. Один саженец или 12 тысяч человек должен быть на семинаре, на тренинге. Проведено 57 семинаров тренингов. Более 6500 участников на этих семинарах. Значит, есть два сайта. На сайте господару.реди.ком 368 видео по теме ореха. Более 2 584 000 просмотров. 7 300 подписчиков. 11 740 000 минут люди смотрели на эту тему. 10 700 отзывов положительных и 400 отрицательных. Вот эта информация дается людям, чтобы они могли вникнуть в тему. Хотя бы первичные знания получить. Мне и мои сайты стоят 17 000 евро, их наполнение. Но эти деньги я дарю для того, чтобы человек брал у меня саженца, и он был подготовлен. И не только мой партнер, но и любой другой. Значит, кроме этого, я понял, что по разным причинам человек не в состоянии нормально подготовить саженец к посадке. И поэтому мы, вот вы видите там цепочку. Мы саженцы у нас вырастают в полтора моих роста. Это двухлетка. Мы их выращиваем без полива. Для того, чтобы они были, чтобы была плотная древесина, чтобы была конструированная протоплазма. Чтобы они могли выживать и в засуху. Значит, ну, когда такой красавец саженец, даешь ему в руки, он его не обрезает, не укорачивает. Он его высаживает, потому что жалко. И они попадают в стресс, потому что нет корреляции надземной и подземной части. И потом проблемы. Может, сад может погибнуть, а может быть в стрессе 5 лет. Мы их укорачиваем. Если он не согласен, мы его не продаем. Срез, орех пустотела и дерево. Мы срез, сверху смазываем гудрон-депин. 25 евро стоит вот эта баночка. Но мы ее покупаем за свой счет, это делаем. Кроме этого, мы сразу купаем в медном купоросе. Один процентный, одно процентный распор. И у меня последние 4 года нет ни одного звонка, что есть черные пятна где-то на штампе. Потому что мы убираем сразу бактериозы. Их нет. Значит, мы начали уже третий год. Мы купаем корни при продаже в гидрогеле. Мы экспериментировали с французским гидрогелем и с китайским. Лучший, это китайский. Он дешевый. Это где-то в пределах 7 долларов в килограмм. Но он более эффективный. Он дешевле и эффективнее. А в прошлом году мы добавили компонент биогумус. Для того, чтобы создать благоприятные условия для микоризы на корнях. И я всегда на моих сайтах раньше говорил, что первый год орех растет мало. Потому что он восстанавливает микоризу. Второй год он стартует. А сейчас у нас за первый за год. А ну-ка давай сюда. Значит, хакер. Значит, за год они вырастают в полтора моих роста. Первый год без полива. Потому что биогумус и гидрогель на корне создают благоприятные условия для развития микориз. Для того, чтобы она стабилизировалась. Так, 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 вот. Показывает дерево, возле которого мы, который посадили мы во время семинара. Ежемесячные семинары. Посадили это дерево в осенью прошлого года. И потом 9 апреля семинар по формировке. 4 мая семинар по формировке. 14 июня семинар по формировке. Сейчас это дерево в полтора моих роста. Оно за год выросло. Значит, вот эта подготовка, она, значит, дальше. Я один момент отметил. Если мы высаживаем дерево. Это дерево, значит, оно имеет натуральный коричневый цвет. Оно аккумулирует инфракрасные лучи. Мы корни еще не успели прижиться. При выкопке, как бы мы ни копали, чем бы ни копали, мы уничтожаем 70% корней. Значит, надземная часть прогрелась. Почки тронулись в рост. А корень еще не в состоянии их кормить. В стресс. Поэтому я где-то лет 5 назад решил побелить саженец. А сейчас мы покупаем краску грядинару. В прошлом году мы взяли 4,5 тонны краски. Ведро стоит 200 лей за наш счет. И мы каждому человеку вручаем на одно дерево 14 грамм краски и киеве и даем кисточку. Скажем, вот там, вы увидели, бутылочка пол-литровая. Это, значит, для 30 саженцев и кисточка. Если он берет 1000, мы ему даем ведро 14 килограмм за наш счет. Для того, чтобы он мог, если он белый, если отражает теплое инфракрасное излучение, он не прогревается и начинает вегетацию на 25 дней позже. Корни успевают схватиться за почку. Так, кроме этого, мы... Амофос. Амофос это, ну, моя технология. Я ставлю килограмм амофоса на дно ямы, потом 20 сантиметров грунта. На сайтах это очень подробно сказано. Это дает очень хороший эффект. Но амофос в агромагазинах не продается. Он дорогой. Там продают разную, значит, подешевле продукцию. По там, нитроаммофоску, например. Я в прошлом году купил 60 тонн афоса и продаю по ценам приобретения. Чтоб человек их получил сразу. А сейчас мы готовим тычки. Потому что тычки тоже. Смотришь, второй год, а эти саженцы вот такие покрученные. Он не нашел тычку. Сейчас я оптом закупил тычки. Они стоят 8 лей. Из акации увидели. И мы будем человеку давать тычку, чтобы по цене приобретения. Короче говоря, мы, значит, делаем все для того, чтобы человек имел сопровождение. Чтобы он от и до ему помочь. Вот тогда будет результат. А теперь мы вернемся к сортам. Я хочу сказать, что в любом деле присутствует прогресс. Мы должны быть глубоко благодарны отцам нашего ореховодства Каманичу и Цуркану за то, что они создали базу. В госрегистре Молдавии первые сорта – это их сорта. И, естественно, мы многим недовольны. Мы когда-то радовались «Жигулям», когда-то радовались «Москвичам». Сейчас мы хотим «Бентли». Наши интересы растут. И наши знания растут. Наши возможности растут. Поэтому мы скажем спасибо за то, что были выведены сорта ими. И будем стараться, чтобы ассортимент пополнялся новыми сортами. Кстати, я автор четырех сортов. Они в госрегистре Молдавии. Плин, Денредио, Трифанов, Латерал, Фалешский, Латеральный и Молдавский, Латеральный. Значит, два сорта – Плин и Трифанов, Латерал – они пойдут в реализацию осенью. А в поле Молдавский, Латеральный и Фалешский, они в стадии размножения. Я сделал себе медвежью услугу. Год назад я на стайте выставил трехлетнее дерево, как оно выглядит, Латерал Молдавинецкий. Я, значит, получил, ну, как говорится, результат. Все, кто звонят, не хотят никаких сортов, а хотят Латерал Молдавский. А еще базы нет. Поэтому я вас предупреждаю, эти Латеральные сорта я их пока даю людям, где я смогу взять черенки, вокруг Фалешт. А в продажу широкую пройдут эти два сорта с 2020 года. Я хочу пожелать успеха нашему молодому, энергичному, хорошо подготовленному Олегу Терсыну. Потому что вот эта конференция, это его идея, и это очень хорошая идея. Мы должны чаще встречаться, должны обмениваться мнениями и должны учиться один от другого. Я хочу сказать большое спасибо нашим гостям за их теплые слова, за поздравления. Я думаю, что и Ореховую идею мы будем двигать, двигать ее на восток и на запад. И я сделаю все, что от меня зависит, для того, чтобы, ну, не посрамить Молдову, по крайней мере. Большое спасибо за внимание. Что делать? Вас еще хотят видеть там? Да. Очередное возрождение. Да. Очередное, но не последнее. Уважаемые дамы и господа, вы знаете, что Николаю Курковичу 1-го числа исполнилось юбилей, 70 лет. Он, правда, выглядит намного моложе. Он братца Олегов. Вот, вот. И он сказал, что проживет 130 или 140. Ну, сколько закажешь? Так что, так что, разве не пожелать ему здоровья, счастья, успехов, всего самого-самого. И преподнести картину, где есть Орехи. Спасибо, Лера. Подожди, я обниму этого хорошего человека. Да? Здорово. Хорошо. Так, ну, сегодня день сюрпризов. Большое спасибо. Главное, что Орехист. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова Корректор А.Кулакова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова